Вечно молодой, вечно интересный, содержательный и убежденный российский оппозиционер в изгнании, соответственно, разумеется, увы, Дмитрий Гудков. Дмитрий, приветствую тебя, дорогой. Приветствую, мне больше нравится оппозиционер в послании. В послании, в послании, не в заслании, а в послании. В послании, в послании. Дмитрий, вот хотелось бы узнать тебя буквально по свежим сейчас следам. Разумеется, твое впечатление от бегства, если так можно сказать, Чубайса. Собственно, что это означает, особенно в контексте того, что мы сейчас также узнаем, что и Набиулина, представитель Национального банка России, и, собственно, чуть ли не в первый день войны, 24 февраля, такие собирались покинуть свой пост, но ей не дали. А вот Чубайсу дали, или же это получилось такое неспланированное бегство, скажем так, неожиданное бегство для российской стороны и так далее. Что ты видишь, что произошло, насколько это для режима опасно? Ну, во-первых, я сегодня прочитал несколько новостей про Чубайса. С одной стороны, рассказывали многие, что Чубайс эмигрировал. Есть и другая новость, что Чубайс вместе с семьей вылетел в Турцию и скоро вернется. Сказать сложно какая-то из этих новостей ближе к правде, но я с Чубайсом лично не знаком, я с ним виделся один раз вживую на дне рождения у одного бывшего министра, Андрея Нечаева, министра экономики. Но, тем не менее, могу сказать, что как бы кто ни относился к Чубайсу, этот человек очень умный и очень хитрый, да, человек, который прекрасно умеет считать, чем все закончится. Если он действительно эмигрировал, значит, он почувствовал, что дело движется к какой-то развязке, и эта развязка будет не в пользу Путина, не в путинского режима. И совершенно очевидно, что Чубайс, конечно, меньше, намного меньше вовлечен сегодня в работу российских элит, российского правительства, в принципе, его позиция советника там по разным международным делам, я сейчас не помню точно, как эта позиция называлась, вот, но многие мне говорили, что это была такая почетная пенсия. То есть Чубайс в какой-то момент просто отстранили, убрали его из-за всяких энергетических проектов, вот, из-за всех инновационных проектов, поэтому он, конечно, себе может позволить больше, чем Набиуллин. Набиуллина все-таки глава Центрального банка, она один из тоже лучших специалистов, но сегодня Набиуллина обслуживает фашистское правительство, да, и совершенно очевидно, что она этого делать не хочет, но, видимо, она как-то очень сильно связана с Путиным, может быть, сильно ему обязана, может быть, у нее уже нет вариантов соскочить с этого бандитского «Титаника», как я его называю, но это лишний раз подтверждает настроение в элитах. Все, кто поумнее, все, кто, скажем так, ближе к либеральным взглядам, да, все они, конечно, мечтали бы, наверное, до 24 февраля мечтали, чтобы у них была возможность уволиться. Наверное, они сейчас все мечтают о том, чтобы была машина времени, на которой вернуться в какой-нибудь, там, 20 февраля, уволиться, заболеть, и в этом во всем не участвовать. Потому что я вот сегодня записал ролик, скоро он у меня выйдет на YouTube-канале, как раз послание мое, да, от бывшего депутата в послании, будет послание российским элитам и напоминание о том, что происходило с военными преступниками, там, со всеми подряд, да, и с нацистами фашистской Германии, в принципе, путинский режим можно сейчас смело сравнивать с гитлерским режимом Гитлера, вот, ну и многие другие, это и бывшая Югославия, это и Каддафи, Чаушеску, там, ну и так далее. Всех, всех судили, все плохо кончили, ну и я думаю, что если Чубас действительно уехал, значит он понимает, что всех, кто сейчас рядом с Путиным, кто поддерживает войну, все тоже, ну, по сути, становятся соучастниками, военными преступниками, которых рано или поздно будут судить где-нибудь в Гагеле, ну, вот я сейчас в этом ничуть не сомневаюсь, после того, что ты, и вообще весь мир увидел, да, если все-таки во время Второй мировой войны были разные коалиции, разные коалиции, да, с одной стороны была Германия, там, и Италия, там, с другой стороны, все-таки на стороне СССР, это и США, и Великобритания, ну, две коалиции, достаточно равносильных, равноправных, сегодня весь мир против путинского режима, я просто не считаю там всякие страны, типа, ну, Беларусь это уже давно, придаток России, там уже какая-то там 86-я республика, ну, там какие-то африканские страны, или там Абхазия, Южная Осетия, не в счет, ну, по сути, весь, ну, по крайней мере, цивилизованный мир против российского путинского режима, и даже Китай не спешит делать какие-то, так сказать, какие-то движения навстречу Путину, более того, Китай, и китайская экономика зависит сейчас от американской, поэтому я не вижу никакого будущего для объединения России и Китая против против НАТО, против Украины, мне кажется, это не произойдет, просто невозможно. Дмитрий, скажи, вот сейчас, вот 9 лет Навальному, ты комментировал в своем фейсбуке, для чего это, собственно, это как с Ходорковским, эти вот наваливают годы, как бы, ну, понятно, что пока Путин сидит, Навальный не выйдет, и даже расширю свой вопрос, может быть, даже сужу, скорее всего, ну, не считаешь ли ты, что вообще жизнь Навального в контексте того, что происходит сейчас, вообще в опасности? Я боюсь, что, собственно, с ним могут произойти все, что хочешь сейчас. Ну, после того, что Путин сделал с Украиной, в принципе, разобраться с какими-то там внутренними врагами сейчас никак не меняет к нему отношения, да, то есть он уже военный преступник, бандит, который может делать внутри страны сейчас все, что угодно, и, к сожалению, как-то защищаться, противопоставить кто-то, нет такой возможности внутри страны. Конечно, когда Алексей сел, он уже, по сути, находился в опасности, потому что его, напоминая его, ФСБ пыталась отравить, то есть убить, устранить, и чудом он спасся, благодаря там летчикам, врачам, он спасся, он вернулся в страну, он уже понимал, что с ним могут сделать там все, что угодно. Но если еще до войны были какие-то переговоры там с Байденом, с европейскими лидерами, Путин, хоть какие-то рамки приличия должен был соблюдать. Сейчас все. А какие рамки приличия? Человек, который убивает детей в Украине, который равняет землей и города, какие рамки приличия вообще у него могут быть? Все, он фашист, преступник, государственный человек, который должен быть наказан, и которого необходимо судить уже в международных судах. Поэтому, конечно, Алексей Навальный в опасности. Это 9 лет, но они были ожидаемы. Можно было и 13. Так хорошо, что не ножом по горлу. И, конечно, для меня очевидно, если Путин будет больше 9 лет, значит Навальный будет сидеть больше 9 лет. Но я в это не верю. Как долго Путин не сможет руководить Россией после того, что он сейчас организовал. Поэтому срок Навального закончится сразу же, когда закончится срок Путина. И в этом уже никто не сомневает. Дмитрий, то, что мы сейчас видим, вот после, особенно после, судя по реакции, как отреагировали на поступок Марины, я пытаюсь вспомнить ее фамилию, которая выбежала с плакатом «Нет войне». Напомни мне, раз Кольникова нет. Сейчас. Мы знаем о ком он говорит. Я все время тоже забываю. Ну, понятно, с Первого канала, да. С Первого канала, да, многолетняя ведущая. Овсянникова. Овсянникова, да. Овсянникова, да. Ну, собственно, есть этот закон, Драконос, 15 лет, предусматривающий за подобные акции. То есть он прописан достаточно широко, что является такой уже апробированным методом пресекать любые проявления диссидентства. То есть применить могут 15 лет даже за употребление слова «войны» по отношению того, что происходит в Украине. Но, тем не менее, ей влепили какой-то штраф, ну, такой средней паршивости. Как бы, я думаю, он ей под силу. Она продолжает, остается в России, продолжает даже давать интервью. Но, казалось бы, маховик репрессий запущен на пол. Но, тем не менее, я так понимаю, больших сроков пока еще никто не получил. То есть, что это за тенденция? Ожидаешь ли, что это все-таки одночасье прекратится и начнутся уже конкретные репрессии в духе 1937 года? Ну, во-первых, еще ничего с Мариной не закончилось. То есть, она пока получила штраф в любой момент могут возбудить уголовное дело. Я думаю, что просто высшему руководству не до нее, совершенно очевидно. И по ней решение, видимо, принимал где-то на уровне каких-нибудь полковников, даже не генералов. Возможно, ее отбили какие-то знакомые с Первого канала, какие-то ее начальники. Может быть, за нее идет еще какая-то разборка. Но надо понимать, что здесь... Ну, представьте, если бы ее сейчас посадили, не знаю, там, на какой-то срок. Это был бы еще и удар по той части элит, которая недовольна, но как бы боится и продолжает обслуживать этот фашистский режим. То есть, если бы они увидели, что их и своих со своими так же поступает, то, возможно, мы бы увидели бы только не философские, а пропагандистские вот эти самолеты-пароходы, когда бы люди просто бы уезжали, бы спасались и делали что-то уже из-за бугра. Поэтому непонятно, чем это все закончится, потому что, конечно, если было бы решение на самом высоком уровне, то пятнашечку или десяточку легко бы влепили. Но мне кажется, просто не до нее сейчас. И одно дело, она один раз выбежала куда-то, показала этот плакат, а другое дело, если бы ей сейчас дали еще реальный срок, и еще бы неделю, все бы мировые СМИ только бы и обсуждали. Наверное, пока так решили. Но это не означает, что это окончательное решение. В любой момент они могут переиграть. А вот что касается еще одной новости, которую мы получили сегодня, решение не накладывать американской стороны, не накладывать санкции на Романа Абрамовича, потому что якобы украинская страна попросила это с тем, чтобы использовать его в качестве переговорщика, то есть в процессе переговорном и так далее. Я с самого начала подозревал, что этот ход ему попытаться вписаться в переговорный процесс продумали его пиарщики, адвокаты с тем, чтобы именно вот обезопасить себя от этих санкций. Насколько ты считаешь оправданно с украинской стороны вот так ратовать за состояние богосостояния Романа Абрамовича и надеяться на его помощь? Я думаю, ты сейчас удивишься, но я хочу сказать, что это абсолютно правильная история. Потому что санкции это наказание. Что такое санкции? Они наказывают. Это первая функция этих санкций. Но вторая цель санкции это расколоть элиты. А если мы видим Абрамовича, Фридмана и многих других людей, которые реально выступили против войны, Абрамович с Фридманом были одни из первых. И вдруг по ним санкции бьют. Значит, к каким выводам приходят российские элиты? Что поддерживая войну, выступая против войны, неважно, все равно ты будешь под санкциями. А здесь ты еще можешь быть под двойными санкциями. С одной стороны Запад, с другой стороны еще тебе прилетит от Путина. Мне кажется, нужно тем людям, которые выступили против войны, показать, а так, окей, мы вас не трогаем. Чтобы дать сигнал всем остальным, ребята, остановите Путина, выступите против войны, мы вас трогать не будем. Это, наоборот, бы могло способствовать тому, чтобы ну, как бы крысы бежали с корабля. Извините за такой образ. Чтобы часть элит поняла, что в этом есть смысл выступить против войны. Даже хотя бы с точки зрения сохранности своих капиталов. Поэтому, мне кажется, это правильное решение. Я бы с тех, кто выступал против войны, ну, дать, например, какое-то время. Да, еще там три дня кто выступит против войны, того не тронем. Всех остальных закопаем, все капиталы отнимем, детей вышлем. Вот, если бы такая была политика, мне кажется, сейчас бы был бы, ну, может быть, не массовый исход, но серьезный исход в российских элитах, которые бы побежали бы, выступали бы против войны. Не просто же так депутатами Едино-России запретили выезд за границу. Для чего это делается? Для того, чтобы сказать, ребят, все, соскочить не получится, поздно уже. согласится, что санкции на самом деле приносят эмоциональную такую сатисфакцию краткосрочную, но есть еще понятие умные санкции. Вот, понятно, что в ответ на безумное решение Путина все-таки осуществить попытку захвата Украины, санкции просто принимались абсолютно безразличия и что называется across the board, то есть массово. И вот тут уже ты не первый, который говорит о том, что, собственно, тут нужно было понимать о своей тактике и, соответственно, и стратегии, что мы хотим добиться. И санкции бьют, если брать демографию, больше всего, что касается России, по именно классу олигархов. Они первые сразу чувствуют эффект санкций, потому что у них отбирают яхты, их детей изгоняют из западных вузов. И вот на самом деле вот та политика, о которой ты говоришь, такой нюанс, он мог бы действительно добиться больших результатов. Но опять-таки сложно сейчас себе представить за исключением Добромовича, чтобы санкции начали отменяться в случае других олигархов сейчас. Хотя парочку из них, тот же Дерипаска и Фридман, если не ошибаюсь, сразу в первые дни войны заявили, что они против войны. Кстати, вот интересно, получили они за это какое-то наказание от властей, пока мы не слышим, так это или нет, как на них отразилось, на их благосостоянии вот такая мягкая антивоенная позиция. Дмитрий, у меня такой вопрос к тебе. Мы говорили с тобой уже, ты о том оттоке россиян за последний сколько уже, почти месяц, цифра называется в 500 тысяч почти полмиллиона уехавших. Во-первых, ты вообще веришь, то есть по твоим оценкам, по информации, которая у тебя есть, это цифра близка к реальности? Я думаю, да. Я тоже считаю, порядок такой. Полмиллиона уже уехало и думаю, что еще примерно столько же, если не больше, уедет в ближайшее время, как только найдет возможность. Поэтому, как появятся дополнительные возможности выдачи виз, когда люди накопят какие-то капиталы, получат какую-то поддержку, думаю, люди будут сейчас бежать из страны, потому что возможности протесты исчерпаны, но и дальше ты либо должен молчать и поддерживать Путина, либо сесть в тюрьму. Поэтому остается только третья опция уехать. Вот, смотри, в таком концентрированном формате мы еще никогда не имели дела с иммиграцией из России при путинском режиме. То есть, да, был определенный отток, начиная, наверное, с конца 2000-х, возможно, был еще один толчок к иммиграции после 2014-го года, но вот столь массированного исхода не было. И поэтому что ты думаешь по поводу мобилизационного потенциала этих людей, которые, мы знаем, уже компактно проживают, уехавшие из России в Грузии, я знаю, в Эмиратах и так далее. Как ты думаешь, можем ли мы ожидать организационные какие-то процессы, может быть даже планы на диверсионные мероприятия внутри России, все-таки речь идет о огромном количестве людей, и многие из них далеко не бедные, это, наверное, лучшие сейчас люди, которые схлынули, самые натасканные, самые квалифицированные и, возможно, самые озлобленные по поводу того, что произошло с их страной? Ну, для начала нам сказать, что вот эта новая волна, это люди действительно политически активные и способные к самоорганизации, поэтому у нас очень много сейчас разных общественных проектов, это и помощь гуманитарная украинским беженцам, это помощь друг другу, это и создание разных медийных площадок, состоятся разные СМИ на месте тех, которые заблокированы в России и закрыты в России, появляются новые из-за рубежа, вот, масса помощи, поддержки, релокации, с визами, с рабочими визами и так далее, очень много проектов, и люди очень быстро самоорганизуются, потому что есть такой опыт, вот, но, скажем так, если бы была какая-то опция бороться с Путиным внутри страны, возможно, теми методами, о которых ты сказал, я не исключаю, что на это дело соберется огромная сумма, просто пока я не вижу процесса формирования там протеста радикального, то есть, да, еще есть желание у людей выходить на улицу, хотя бы для того, чтобы показать, что не вся страна сошла с ума, но сейчас, как мне кажется, все застопорилось, потому что, ну, как с вооруженной армией, которая равняет города в Украине, как можно бороться с помощью мирных протестов, ну, это просто невозможно, я не исключаю, что там потом, когда санкции уже реально ударят по всем остальным, могут появиться новые формы протеста, наверное, и появятся, это как раз власть очень боится, потому что, ну, что можно взять с, извините, вшивых интеллигентов, которые максимум, что могут сделать, это выйти на улицу, ну, потолкаться там с сотрудниками полиции, да, и в основном люди интеллигентные, образованные, чаще всего мы используем слово, да, с помощью слова, с помощью правды мы пытаемся там как-то менять общественное мнение, рассказывать о войне в Украине, но это не те люди, которые способны на насилие, вот, в какой-то момент, я думаю, появится радикальный протест, но чуть позже, будут ли это организовывать те, кто уехал, не знаю, вряд ли, мне кажется, потому что, потому что мы все равно оппоненты классовые, да, внутри страны, мы всегда выступали против насилия, и даже если вдруг власть в стране сменится, то очень важно, чтобы эта власть не попала в руки людям с радикальными взглядами, которые, на самом деле, стоят на тех же милитарических позициях, должны прийти другие, которые не хотят войны, которые хотят сближения с Западом, которые хотят все это остановить, восстановить экономику, провести реформы и помириться с соседями, и сделать все для того, чтобы искупить свою собственную вину, вину государства. СОЛОВЬЁВА СОЛОВЬЁВА насчет ядерной кнопки, то есть это уже конкретный такой, ты знаешь, о ком я говорю, конкретный текст, и вот вроде бы это свидетельствует о том, что Путин не собирается идти на Попятную, не собирается как-то пытаться сохранить себе лицо и отходить, а продолжает политику эскалации, то есть, вот, как ты думаешь, о чем свидетельствуют эти разговоры, и на самом ли деле Путин и его комарилия готовят россиян к ядерной войне? Вот на этот вопрос невозможно ответить, потому что, опять-таки, задавать его нужно психиатрам. Я же не знаю, в каком состоянии пациент находится, но предполагаю, что если он все-таки держит Шойгу с Герасием на расстоянии вот этого 10-метрового стола или 12-метрового, значит, он хочет жить, значит, он ценит свою шкуру собственную, но и хочет сохранить, вот, а ядерная война это война на уничтожение, ну, подумай, что уничтожил кого-то. Слышишь меня, да? Вторая линия просто прорвалась. Вот, тебя-то все равно замочат. Поэтому я очень надеюсь, что это блеф. Да, я понимаю, что Путин уже не может военными способами захватить Украину, у него ничего не получается, уже скоро будет месяц, как идет война, абсолютно, мало того, что она жестокая, она еще бессмысленная и самоубийственная для Путина, но он прекрасно понимает, что все больше и больше помощи идет в Украину, военной, в том числе, помощь, а с Ленд-Лизом, ну как ты будешь бороться, ты не можешь победить весь мир. Так что ничего не получается, да, победить и объявить себя там победителем, да, на этом геополитическом сражении с НАТО невозможно. Ну что ты сделал, разрушил города и убил людей, получил кучу санкций и что? И поэтому ему нужно каким-то образом останавливать Запад, который помогает Украине, ему нужно шантажировать Запад, ему нужно торговаться, ему нужно показывать, что он безумен, что он готов на все, что угодно. Он же видит, что реально Запад боится ядерной войны, поэтому и поддержка такая, поэтапная, да, хотя могли бы давно бы уже и дать противоракетное, противовоздушное, оборону организовать нормально, там тот же Израиль мог в это вложиться, но все они очень медленно, осторожно действуют, боятся, что война перейдет в конфликт уже между Россией и НАТО. На мой взгляд, рано или поздно перейдет. Вопрос только временем, ну потому что, по-моему, мы уже с тобой обсуждали, да, самый популярный президент Америки всех времен и народов Зеленский. Вот, это значит, что, как бы политики не пыжились, там, не пытались строить из себя умеренных, они все равно против общественного мнения не попрут. Ну, рано или поздно общественное мнение заставит пойти на какие-то более жесткие меры. Ну, потому что, там, сколько процентов американцев поддерживает Украину? Сколько, какой процент немцев, которые поддерживают Украину? то есть, это уже очень сильно, там, за 60, а где-то уже и за 90, как в Польше. Поэтому, ну, вот общественное мнение такое, да, ты либо идешь против общественного мнения, теряешь власть, либо ты вынужден с этим общественным мнением считаться, потому что, например, уже один из сенаторов, не помню, как фамилия, произнес в Конгрессе США слово импичмент Байдену. Понятно, что пока это все не серьезно, но само слово произнесено. Причем произнесено именно в контексте того, что Байден недостаточно поддерживает Украину, что он тормозит, так сказать, все эти процессы. Ну, на самом деле, мы сейчас говорим, когда ты говоришь о поддержке тех же немцев, американцев, я думаю, количество здесь в процентном отношении много выше, я думаю, если спросить американцев, кого не поддерживают в этом конфликте, я думаю, 90 с лишним процентов будет легко. за Украину и, наверное, столько же немцев. Руслан Ферштейр и все эти пониматели России уже испарились, по сути, молчат в тряпочку по углам. Вопрос здесь другой, насколько они готовы им военно поддерживать и вписываться за Украину прямо на территорию Украины, это уже другой вопрос, но даже при этом американцы, я думаю, опять-таки, когда я говорю, думаю, я вспоминаю сейчас некоторые опросы, то там количество возможно чуть-чуть превышает половину, то есть это тоже это абсолютно беспрессонентное количество, учитывая, что американцы последние годы, как ты знаешь, медленно, но постепенно теряют интерес какого-либо рода военным вмешательствам за пределами США. А вот то, что ты сказал по поводу НАТО, абсолютно тебя поддерживают даже уже некоторые комментаторы на американских телеканалах, бывший в отставке генерал Джим Кеферти, очень влиятельный и популярный комментатор, буквально на канале MSNBC сказал вот эти же слова, что по логике того, как происходит война в Украине и эта эскалация, рано или поздно НАТО будет вовлечено опять-таки если все водные останутся и вот будет все идти по нарастающей и завтра как раз очень важную тему, ты комкнул, завтра будет саммит стран НАТО, который, кстати, совпадает и с саммитом ЕС, и с саммитом большой двадцатки, из которой, кстати, думают сейчас всерьез вытурить Россию. Вот по поводу саммита Запада, какие бы ты хотел услышать, если бы ты был Зеленским, какие бы ты хотел услышать решения прокламации от руководства НАТО, что ты думаешь будет самым важным и действенным сигналом сейчас для Путина? Ну, что бы хотел, конечно, либо ПВО, либо идеально было бы, конечно, закрыть небо. Сколько можно смотреть на то, как людей убивают? Я просто смотреть уже спокойно. я не могу смотреть на эти детские страдания, да, я там, ну, просто, я не знаю, как себя чувствуют люди, которые вынуждены либо потеряют детей своих, либо боятся как терять. Ну, это просто невозможно. Как за этим просто так можно наблюдать? Очевидно, что если небо не закроют, если не обещают нормального того, ну, тогда будут гибнуть просто, на мой взгляд, тактика Путина сейчас просто окопаться на тех позициях, которые они уже заняли, и выжидать, да, пока не произойдет гуманитарная катастрофа, как уже в Мариуполе, а только в Левуполе. Ну, то есть, невозможно просто так наблюдать, но я не вижу, какие вообще могут быть другие решения. Все равно рано или поздно, но будет какой-то аннуклик. Значит, когда закончится война, Россия будет продолжаться, значит, Путин ударит по какой-нибудь колонии где-нибудь там, под Варшавой. Ну, что-нибудь подобное произойдет. Чем дальше мы тянем, да, чем дальше запад, тем больше будет соблазнов Путина ударить первым. Вот и все. Я просто не вижу для Путина никакого варианта выхода из ситуации, потому что он окажется мало того, перед гражданами, так он еще будет выглядеть как конченый мудак, извините, да, имея там дворец в Геленджике, имея там оппозицию в тюрьме и в эмиграции послание, имея какую-то бабу нефти и более того, еще западными лидерами, он взял всем, извините, обосрал будущее, все, все страны, всем своим близким, кто его окружал, российским элитам, российским гражданам, ну, просто вот он, как он будет выглядеть перед ними, чтобы он взял Мариуполь и разбомбил мэру, еще не взял, да, просто разбомбил военного преступника и замазал всех остальных, ну, то есть, я просто для него не вижу никакого варианта выхода. Ну, знаешь, что мне больше сможет? он будет идти дальше, значит, продолжай, ссори, перебил. Вот, значит, да, значит, хорошего выхода для него нет, он будет идти на бас-тренинг, чтобы он танжировать, провоцировать и угрожать ядерным оружием. Ну, понимаешь, здесь картинка не столь ясна, все-таки большинство россиян смотрят зомбоящих и видят совсем другую картинку происходящего, то есть, любое использование того же химического оружия будет перенесено на плечи украинцев, они будут в этом обвинены, то есть, и, соответственно, обыватель просто не увидит того, что на самом деле происходит, и поэтому вот от этого осознания и вот чувство бессилия, что, собственно, от своего глубинного народа пока ему нечего бояться, увы. Питер, ты знаешь, скажу тебе, сегодня поссорился еще другом детства, которому я отправляю постоянно кадры, те, что вы показываете, то, что выходит у Яраченко Антона, вот, я говорю, ну, ты посмотри, что происходит, посмотри, что с морем упалем сделали, посмотри, в Киев бомбят, посмотри, сколько людей погибает, детей, и он мне реально отвечает в духе российской пропаганды, абсолютно зомбирован. Я говорю, ну, ты пойми, встреча с реальностью будет для тебя очень жестокой, ты просто поверь мне, да, человеку, который давно в политике понимает, как все устроено, который получает информацию из разных источников, а его бывшие, ну, может быть, там, не однокурсники, но кто рядом учился на журфаке, вот это все сочиняют для вас, в это не верят, понимают, что обманывают, зато получают много денег и тратят их на, ну, по крайней мере, тратили, на поездки в ту же Европу. Говорит, я же это все хорошо знаю, невозможно пробить просто сейчас, у них все хорошо, да, они говорят, ну, скоро закончится, все будет нормально, там, продукты есть, это и есть, поэтому рассчитывать на то, что сейчас можно как-то перебороть пропаганду, не приходит, рассчитывать на то, что вот этими кадрами можно там как-то переубедить, ну, очень сложно, крайне сложно, потому что здесь еще включается, значит, защита психики, да, потому что ты не можешь поверить в то, что твоя страна, по сути, агрессор в духе, там, Германии 30-х, 40-х, в это сложно поверить, люди, которые воспитаны на антифашистских, там, вот этих всех фильмах, им очень сложно осознать, что твоя страна это фашистская Германия, по сути, твое государство фашистское, твое государство делает то же самое, что делали фашисты, там, 30-х, 30-х, 40-х, ты не можешь в это поверить, у тебя просто все шаблоны, так сказать, будут снесены, и это все дойдет не через голову, это дойдет по-другому, поэтому надо просто понять, что именно санкции, санкции поменяют настроение людей, санкции поменяют общественное мнение, и это произойдет тогда, когда эти санкции почувствуют большинство. Это не будет очень быстро, это на горизонте двух месяцев примерно, плюс-минус. А скажи мне, мы доживем до того момента, когда будет, опять-таки, прости, может быть, за немного наивной реки-категории, но тем не менее, основываясь на опыте нацистской Германии, пробуждения немцев, коллективного покаяния, собственно, в моем разговоре с нашим общим товарищем Дмитрием, Некрасовым, он сказал, что немцы, собственно, начали каяться это массово не сразу же после 1945 года, они были долго в отказе, а в стряки до сих пор, грубо говоря, многие находятся в отказе. У немцев начало коллективное покаяние происходить в 1960-е годы, на что я возразил Дмитрию, что, в принципе, история тогда шла немножко более медленными шагами, все-таки мы живем немножко в другую коммуникационную эру, и я подозреваю, что так долго этого не будет, опять-таки, даже с падением Путина, допустим, как быстро, ты думаешь, пойдет процесс осознания того, что во имя россиян творили? Я думаю, что надо смотреть на гитлеровскую Германию, на Германию в целом. Мне кажется, нечто подобное, да, либо покаяние будет, либо гниение и превращение в Северную Корею. Если нет, все, конечно, будет зависеть от того, чем закончится. Если это закончится сменой режима или каким-то дворцовым переворотом, то, конечно, будущей элитой будет кровно заинтересована в том, чтобы быстрее этот процесс пошел. Либо это будет еще длиться какое-то время, потом Путин еще какое-то несколько лет, допустим, после поражения, из которого он каким-то чудом сможет выйти, я, конечно, не очень в это верю, ну, допустим, если он еще останется у власти какое-то время, то, значит, процесс будет идти медленнее. Так что мы пока не знаем исходных позиций, да, это как про реформы, говорят. Какие нужны реформы? В зависимости от того, когда начинать. Если начинать сейчас, нужны такие. Если начинать через два года, нужны другие реформы. А если через 10 лет мы не знаем, какие, надо подождать. Какие будут цены на нефть, да, какие будут взаимоотношения у нас с Западом, ну, и так далее. Много разных факторов. Поэтому сложно ответить на этот вопрос. Мы не знаем, когда это все начнется, когда страна и при каких условиях будет разворачиваться в сторону нормальности вообще будет ли. Ну, я надеюсь, что будет, конечно. Не можем не присоединиться к твоему пожеланию. Я верю, что будет. Только ради этого стоит жить и жить долго. Дмитрий, спасибо, как всегда, за исчерпывающие вопросы, за твою душевную позицию, за то, что остаешься человеком совести и правильных позиций. Дмитрий Гудков был с нами, друзья. Спасибо, Дима.